Ребят, всем привет! Добро пожаловать на канал Арина Камискик. Для тех, кто зашел ко мне впервые, меня зовут Ирина. И сегодня я наконец созрела и решила с вами поделиться своими фаворитами, которые у меня были этой осенью. Если, конечно же, вам интересно узнать, какие фавориты у меня оказались вот в этой вот корзиночке, конечно же, тогда я вас приглашаю к просмотру. Заваривайте кружечку чая, берите что-то вкусное, главное, полезное, и начнем разбор того, что лежит в этой корзинке. Начну с того, что на самом деле сегодня это у меня настолько спонтанное видео, насколько оно может быть. Я к нему совсем не готовилась и поняла сегодня, что уже как бы пора снимать на самом деле такое видео, потому что, ну как бы уже скоро наступит зима. И начну я, наверное, у меня сегодня будет абсолютная солянка, здесь будет и декоративная косметика, и уходовая косметика, и даже парфюмерия. То есть как бы вот да, вот так получилось. Я таки решилась на то, чтобы вам рассказать. Ну что, начну, наверное, с ухода, и начну, наверное, то, что меня так сильно впечатлило, что меня настолько сейчас просто в голове идет дилемма о том, что я себе это хочу, но я понимаю, что это дорого. Но, девчонки, если у вас позволит бюджет, я вам вот рекомендую попробовать данное средство. И это я вам показывала в своих пустых баночках, на самом деле, с ошеточки, да, но я их оставила для того, чтобы, во-первых, они у меня всегда где-то мелькали в каких-то вот моих хотелочках, и чтобы я о них просто не забывала то, что я их хочу, если будет возможность, просто я их, конечно же, прикуплю, но цена у них, девчонки, безбожно дорогая, ну, лично для меня. И я сейчас вам говорю о таком вот луэте, это кондиционер и шампунь, и фирма это называется Кавилар, по-моему, вот так, девочки, я вам сейчас поближе покажу. Что это такое? Это антиэйчинг, шампунь, увлажняющий с морским шелком. Вот, девочки, если вы любите, чтобы ваши волосы выглядели настолько шикарно, насколько они могут выглядеть, девчонки, я вам вот рекомендую попробовать этот дуэт. Вот, Альтерна, фирма, внизу написано, Альтерна, только сейчас прочитала. На самом деле, вот, когда я нанесла этот шампунь и этот кондиционер, и после того, когда у меня волосы в течение трех дней, они были, такое впечатление, что я была в салоне, и мне делали какие-то супер-пупер там маски, и я там что-то такое сверхъестественное сделала со своими волосами, волосами, вот это вот дало мне вот эти вот малюшечки. На самом деле, они мне попались в коробочке красоты, я очень рада, что они мне попались. Классно увлажняют волосы, рассыпчатые, блестящие. В течение трех дней они были чистыми, они были, знаете, настолько лощенными, настолько отполированными, настолько увлажненными, что у меня просто нет слов. Это однозначно фавориты этой осенью, я просто влюбилась. Они переплюнули мой шампунь, который я очень нежно люблю от Субаки Димаш Кар. Вот это вот сейчас моя любовь. Но каждый из этих продуктов стоит по 4,5 тысячи рублей за упаковку в 250 мл. Поэтому вы понимаете, о чем я говорю, и тут две минуты пытаюсь вам объяснить о том, что шикарный шампунь, но, блин, очень дорогий, дорогой, но мне очень это понравилось, и я решила просто, что они достойны внимания, чтобы о них поговорить. Следующее, что мне попадается, давайте, это будут у нас ручки, и это, несомненно, мой фаворит в течение уже, наверное, полутора лет. Это бархатные ручки, ночной, о нем я тоже вам уже прожжала все уши, как только я могла, здесь объем 80 мл. Давайте я сейчас его тоже нанесу чуть-чуть. На самом деле я его наношу только ночью, по большому счету. Я наношу его только на ночь, и мне нравится то действие, которое он дает на руки. Мне нравится то, что, когда я встаю утром, у меня руки напитанные, они увлажненные, они красивые. Мои культяпки, простите, они осенью просто дико-дико сохнут, осенью и зимой. И когда я встаю утром, и мои, простите, ручки, они выглядят очень красиво, крем очень быстро впитывается, приятно пахнет, и у него очень-очень приятная такая полужирная, полу-как молочко, жирное молочко для руки, я его даже так назову. Очень сильно мне нравится данный кремушек, так что, кто еще не пробовал, настоятельно могу его порекомендовать, выходит со своими ручками, это просто супер-пупер для меня вещь. Следующее, это у меня будет еще одно, что мне понравилось. И это, знаете, вот, когда ты берешь иногда продукт, выходит за собой, ты им пользуешься, и с одного раза он просто настолько выстреливает, что ты обалдеваешь, задаешься вопросом, почему ты раньше не пробовал. Это вообще Эвелин косметики, я вам сейчас буду рассказывать. Это сошетка у нас получается, здесь и пилинг, и сыворотка, маска-сыворотка для рук. Ну так вот, вот эта вот штучка мне напоминает уход за ручками от компании Морикэй. Вот если вы когда-то брали их трио дорогущие в уходе за ручками, вы меня сейчас понимаете. Шикарный, классный скраб для рук, который не травмирует кожу рук, но при этом он хорошо отшелушивает и подготавливает кожу для нанесения масочки. Здесь по 6 миллилитров каждого продукта. А вот эта вот сос-маска, я ее нанесла на руки, девчонки, она так быстро впиталась, я потом, наверное, через полчаса пошла мыть руки, я думала, что я сейчас все, что было нанесено мне на ручки, оно все у меня улетучится, я его просто смою в раковину. А не тут-то было, оно все впиталось, и руки действительно были после того, как будто бы я сходила, знаете, на маникюр, причем со спа-процедурой, когда, знаете, вот ты приходишь на маникюр и говоришь, мне помимо того, что обработать нокаточки, мне нужно массаж рук, пилинг рук, да, вот эти все штучки, дрючки, которые мы любим, девочки, в салонах красоты, ну так вот, а вот эта вот штука, она стоит в магнит косметик в пределах, по-моему, 32 рублей, салонный уход дома, девчонки, так что кто не пробовал, рекомендую, потому что реально классная вещь, которая мне очень сильно понравилась, и она попала в фавориты этой осени. Я буду болтать очень долго сегодня, девчонки. Следующий мой фаворит, это вот эти вот масочки, от Skinlight, коллаген, маска, их тут 30 штук. Знаете, в чем прикол вот этих вот, так скажем, патчей под глаза? А то, что если у вас мега супер сухая кожа под глазами, к примеру, да, и вы носите консилер, ну, носите, да, наносите консилер на эту зону, то я вам рекомендую вообще каждое утро вот такие вот патчи делать. Они, во-первых, очень сильно бюджетные, во-вторых, 15 штук, вам хватает их на 2 недели, это однозначно. Мне нравится то, что они хорошо пропитаны, они действительно очень хорошо просто увлажняют кожу под, в районе глаз, да, под глазами. Мне нравится, как они работают, то, что не щиплет, ничего какого-то такого ужасного не происходит. И я хочу сказать, эта пачечка у меня всегда должна быть в запасах для того, чтобы в какой-то момент времени мне просто, если не хватает увлажнения от крема, либо я хочу просто увлажнение какое-то получить именно от пач, я их просто наношу. Это, знаете, сочетание цена и качество. Конечно, они какие-то морщины, они не уберут, что-то там, знаете, сверхъестественного они не сделают. Но вот именно задачу, чтобы просто, если они у вас, к примеру, будут в холодильнике всегда лежать, как они у меня лежат, то когда вы утром их наносите, либо когда вам их нужно будет нанести, они уберут припухлость и они хорошо увлажняют эту кожу, эту зону под глазами. Тоже смело могу порекомендовать, кто еще не пробовал, попробовать такие вот патчи от фирмы Skinlight. Следующее, что я хочу показать, это, знаете, мое открытие, моя любовь, мое негодование, как я раньше просто проходила мимо данных масочек. Сейчас я вам буду показывать серию масок, которые этой осенью мне очень-очень сильно понравились. И это, я не знаю, как называется эта фирма, написано то, что это Чеджи Ферма называется, но здесь такой логотипчик Samsung. Я даже снимала видео о данных масках, я, конечно же, ссылочку где-то оставлю здесь, на обзор данных масок, когда я их покупала, там я вам более близко покажу. Ну так что, скажу я вам в этих масках, в каждой из этих масок заявлено то, что присутствует гиалуроновая кислота. Здесь у меня морские водоросли, алоэ вера, коллаген и также с улиткой. Девчонки, каждая маска, она шикарно увлажняет, маска с улиткой, она классно борется с пост-такнешками, если у вас какие-то есть вавки от прыщиков на лице или какие-то ранки, либо еще что-то, классно-классно заживляет. Конечно, очень тонкое само полотно маски, но оно очень круто работает, именно эта сыворотка на вашем лице. Вот это вот с водорослями, мне понравилось, как она освежает цвет лица, просто вы становитесь такой какой-то свеженькой и очень мне понравилось. Вот это вот с алоэ вера, это просто мега увлажняющая маска, вот круто-круто увлажняющая маска, она так и заявлена, как увлажняющая маска, она была для меня дико-дико увлажняющая. И вот эта вот маска с коллагеном и тоже она у нас идет с гиалуроновой кислотой мне понравилось то что знаете у меня не расширенные поры но я всегда такие маски делаю на ночь когда я утром после того когда я вечером сделала эту маску и утром я проснулась я увидела то что там где пору у меня более-менее были расширены эта масочка помогла их чуть-чуть сузи то есть на какой-то эластичность тонус кожи придала то есть она круто увлажняет она как-то знаете вот работает на коже как такое соот средства когда вам нужно моментально чтобы был эффект увлажненности какой-то подтянута вот эта вот масочка мне очень сильно понравится и для нее не все понравились но конечно же там вот безумно безумно мне понравились от того что я увидела эффект заживления ранок от улитки увидела то что шли поры увидела то что у меня дико увлажнилась кожа после глиняной маски это было мега супер и вот эта вот маска с водорослями она мне такая знаете она просто хорошо тоже увлажнила кожу но это безусловно мои фавориты и если вы встретите данные масочки вам смело их могу рекомендовать это просто крутые бюджетные маски на сегодняшний день и это по-моему у нас идет корея да это корейские маски для лица следующая маска которая которой я конечно же если вы хотите я сниму видео отдельно более подробно если вам такого рода видео от меня нужно будет и сейчас я вам говорю но у меня представлен только пакетик у меня еще парочка штук осталось я сейчас вам говорю об альгинатных масках до последнего времени наверное только этим летом связи с тем что пойти косметологу на постоянной знаете вот эти пройти курс масок какой-то это достаточно накладно когда я хожу косметологу и мне очень сильно нравится действие именно альгинатных масок на моем лице мне нравится как они работают и так как у меня не было возможности пойти косметологу это достаточно накладно я решила попробовать делать эти масочки сама и начиная свое знакомство с альгинатными масками дома с фирмы тиана девчонки здесь нет ни одной рекламы это чисто мой отзыв ну так вот на самом деле цена на маски тиана они такие идут разноплановые то есть для кого-то они покажутся бюджетными для кого-то они покажутся достаточно дорогими потому что как бы ну сами понимаете и как то почему я собственно говоря обратила внимание на эту маску потому что когда мне маску делала косметолог она не знаете так сказал о том что она мне кстати разводила по моему маски тиана потому что я ее спросила вы какие-то специальные где-то что-то заказывать и она говорит нет у меня это маски фирмы тиана и какая именно маска как она мне делала именно я ее не спросила ну так вот у меня эта маска называется морские сокровища здесь питательно восстанавливающая маска с ациролой аминокислотами и витамином с витамином c витамин c на коже он всегда полезен он всегда круто работать на коже и хочу сказать то что вот эта маска она просто суперская маска которая настолько освежает свет лица она настолько круто работать что в какой-то момент времени я поняла что теперь это безусловно мой фаворит и мне нужно на акциях всегда покупать ее нужно на самом деле вот этой упаковочки в 30 грамм хватает абсолютно на два раза я ее наношу просто на лицо на шею декольте у меня просто терпения не хватает то есть я только на лицо его наношу мне нравится как она работает мне нравится как она освежается от лица мне нравится то что когда я наношу сыворотку на свое лицо и делаю эту маску мне нравится как она проникает мне нравится все в совокупности и ее аромат не поверите вот эта маска она пахнет лакост который у меня вот есть розовенький лакост он пахнет вот этим розовым лакостом классная маска они больше наверное если что-то более подробно, захотите узнать, я, конечно же, сниму отдельное видео, просто расскажу вам про альгинатную маску более подробно и как ее делать, так что, если хотите, конечно же, пишите комментарии, я для вас это сделаю. Так, и крайнее, что у меня осталось из ухода, это у меня будет сибирское здоровье, это травяной бальзам. Это просто идет такой, знаете, тюбичек, как из-под крема, вот так вот он выглядит. Что могу сказать, девчонки, на самом деле, здесь написано то, что это активные ингредиенты алоэ вера, гранулы жажоба и экстракты сибирских ягод. Мне понравилось вот этот бальзам наносить именно утром, умываться им с утра. Мне нравилось, как он увлажняет кожу, мне нравилось о том, что он освежает кожу, и мне нравилось, знаете, вот это вот, у меня есть привычка иногда по утрам делать себе глиняные маски. Ну так вот, когда я, допустим, умывалась какой-то обычной умывалкой, ну как обычной, которая у меня направлена против окна обычно, все против вот эти вот воспалительные, потому что у меня кожа к этому склонная. То есть, и мне нужно было потом сразу же умыться и бегом-бегом увлажняющий крем на себя наносить для того, чтобы просто не превратиться, знаете, в такой вот иссушенный какой-то улюб, потому что как бы глиняные маски, они имеют свойство вытягивать воду из клеток кожи вашего лица. А вот после того, когда я смывала маски, то есть я умывала глину с лица и умывала лицо вот этим вот бальзамом, мне не хотелось потом наносить увлажняющий крем. И вот грешна в том, что иной раз я даже и не наносила этот увлажняющий крем, и мне реально хватало этого увлажнения, питания от этого именно бальзама. Мне понравилось то, что настолько классно освежает кожу лица, такое впечатление, знаете, когда вот вы берете кусочки льда и протираете себя, вот тот же самый эффект был на моей кожи. У меня кожа, она комбинированная и склонная, мне кажется, больше всего к сухости и к высыпаниям. Вот мне она очень сильно подошла. Для того, чтобы если у вас жирная кожа, к примеру, ее нужно наносить для того, чтобы была действительно кожа очищенная раза два, мне хватало всего лишь одного умывания, и работала она. Она на мне очень круто, мне очень понравилась. Это реально мой какой-то фаворит. Мне даже кажется, что она немножечко тоже подзаживляла какие-то бабочки от прыщиков, когда, знаете, они вот вылазят, прыщики, когда все стадии цветения своего проходят, и потом остается какая-то бабка. Так вот эта тоже штучка мне понравилась, как она заживляет. Пахнет очень вкусно ягодками, очень-очень крутое средство. Если встретите, могу порекомендовать. Ну вот, девочки, теперь у меня осталась декоративная косметика, и для меня это, знаете, такого рода, я пытаюсь дружить с декоративной косметикой, мне как бы ближе к уходу, кто меня смотрит давно. Я была бы не я, если бы я вам не показала в фаворитах свои, одни из своих любимых декоративных штучек, это пудра, метеориты, и это лимитка этого лета, посвященная 30-летию Герлен. Это вот такая вот замечательная их розовая версия, тоже, конечно, ссылку на данное видео, где я вам о них рассказываю, я оставлю где-нибудь здесь. Могу сказать одно, девчонки, вот режьте меня, что хотите, со мной делайте, но это тот, теперь тот продукт на моем косметическом столе, без которого я просто не могу обходиться. По мне, это самый универсальный продукт, который только может быть. Я могу просто даже наносить моно и выйти на улицу, к примеру, потому что мне нравится этот аромат фялок. Вот сейчас не смогу открыть. Единственное, конечно, то, что, к примеру, вот эти вот летние, они мега сияющие, я вам сейчас попытаюсь показать, шарички. Они мега сияющие, но это не хайлайтер, девчонки, не путайте его с хайлайтерами. Это просто очень хорошая пудра, которая, ну, нам, на самом деле, девочкам, ни одной девочкой, наверное, не повредит какое-то дополнительное сияние и рассеивание света, да, когда, чтобы наша кожа, она оказалась намного лучше, чем она есть. Так как я на улицу выхожу, я никогда не хожу при полном параде, я не наношу там пудру. Чаще всего я хожу на улицу с голой кожей, и когда мне не хочется, к примеру, идти с голой кожей, я могу просто нанести метеорит и все. То есть как бы у меня с ними прям любовь-любовь, я им очень сильно доверяю. Мне нравится о том, что они хорошо модируют кожу, они ее хорошо подсвечивают, замечательно пахнет, собственно говоря, кожей, фиалками, нежной фиалкой. Мне очень-очень сильно нравится вообще метеорит, и это бесспорно мой фаворит. И этой осенью я на постоянке пользовалась именно вот этой вот серии их летней коллекции. И сейчас думаю то, что уже перейду на обычную их постоянную коллекцию, буду пользоваться, потому что здесь, конечно же, мой загар уже всплывает, а вот это вот классно смотрится именно на загорелой коже, когда такое идет, какое-то дополнительное сияние. Так что, девочки, если есть возможность купить себе метеориты, покупайте. Крутая вещь, которая будет вас радовать. Следующая вещь, которая меня разочаровала, и да, здесь будут, наверное, разочарования, это вот такой вот лайнер от Ева Вивьен Сабо, 803 номер, но не получилось, девчонки у меня с ним дружатся, он совсем ко мне недавно попал. Такая вот ерунда, просто ерундичная, которую, ну не стоит тратить свои деньги вот на такие вот штуки. Если, наверное, мне кажется, хочешь купить какой-то лайнер, достойный для своих глазок, для того, чтобы все было красиво, никуда не западало, и все было замечательно, нужно, наверное, взять какую-то другую фирму, либо более профессиональную, но это лично мое мнение. Можете соглашаться, можете с этим не соглашаться. Вот этот вот лайнер, его грех заключается в том, что когда я провожу линию, он начинает дико расползаться, просто подчеркивая всю текстуру кожи, к примеру. И когда я его наношу, наносила на веки, у меня такие были просто пауки на глазах, и, конечно, как бы это не очень приятно, когда так есть. Конечно, с ним можно сделать разную абсолютно толщину стрелок, безусловно, по большому счету, потому что у него достаточно удобный вот этот вот фетровый наконечник, но для меня это абсолютно провальное средство. Для таких людей, которые не умеют делать стрелки, я не смогла с ним научиться, хотя, знаете, стоил он в 39 рублей, он мне достался. Если бы хорошо работал, мне кажется, ему бы цены не было, так что абсолютно провальное средство. Следующее, что я хочу вам показать, и это мой бесспорный фаворит уже на протяжении долгого времени, это помадка от L'Etoile, у меня в 201 оттенке. Как вы видите, девчонки, он у меня уже подходит к концу, и могу сказать, у меня уже есть ему замена. Его братец такой же, когда закончится, я достану просто свежую, которую я покупала. Девчонки, это для меня самый идеальный цвет. Мне нужно, чтобы на моих бровях не было ржаны, но мне не нужно, чтобы это было что-то мега-мега холодное. Вот этот вот оттенок, он идет что-то между теплым и холодным, и когда вы его растушевываете, он становится таким благородным, серо-коричневым, больше к серому. Но мне нравится этот оттенок, мне нравится то, что с ним очень быстро можно сделать бровки, но единственное, что бровки ваши получаются достаточно графичные. И иногда, почему, собственно говоря, я покупала себе карандашики, покупаю, потому что иногда мне хочется все-таки более натуральные бровки, поэтому я иду покупаю карандаши. А когда мне хочется сделать графичные брови, я, конечно же, беру вот такие вот помадки от L'Etoile и делаю себе, рисую бровки, как я всегда говорю. И у меня даже, знаете, был комплимент от женщины, от взрослой женщины. Я была одна женщина, я была на почте, она так на меня долго-долго пристально смотрела. И знаете, может быть это комплимент, а может быть даже и нет. Она меня просто спросила, девушка, скажите, пожалуйста, номер телефона мастера, который вам сделал татуаж бровей. Настолько натурально, настолько естественно, настолько красивый оттенок, настолько он гармонично с вами смотрится. Я хочу тоже себе красивые такие бровки. У какого мастера вы делали татуаж? На что я сказала, это не татуаж, это мои брови. Я их нарисовала сама и помогла мне в этом помадка от L'Etoile. Она, знаете, так удивилась и, собственно говоря, сказала, чтобы в L'Etoile искать данную помадку, потому что ей очень сильно понравилось, как это смотрится на моих бровях. И мне тоже очень сильно нравится. Я наносила ее, пользовалась ей и в жару. Мне нравилось то, что она никуда не убегала. И, конечно же, я ей круглогодично сейчас пользуюсь. И каждое видео практически у меня эта помадка на бровях. Так что вот так вот. Следующий продукт, о котором я сегодня хочу вам рассказать, который меня впечатлил. Да, вы уже поняли, это Everine Cosmetics. Снова Everine Cosmetics, бюджетная косметика. И это их Advanced Volumier. Это их активная сыворотка для ресниц. Хочу вам сказать, девочки, что роста ресниц, конечно, я не заметила. У нее такая силиконовая щеточка. Практически не имеет никакого аромата. Могу сказать, девчонки, одно. Классная штука, как основа под вашу тушь. Вот если вы хотите сэкономить свою любимую тушь, рекомендую вам присмотреться вот к этой бюджетной штучке, которая стоит 200 рублей. Здесь 10 миллилитров. Срок годности у них тоже достаточно хороший, даже после вскрытия. По-моему, здесь нет никакого ограничения. А, нет, 6 месяцев ограничения после вскрытия. Очень крутая вещь. Мне очень сильно понравилось. Ну, еще раз говорю, роста ресниц я не заметила. А вот именно то, что реснички такие, знаете, вот этот первый слой, когда ложится, он подсыхает, и вы наносите дальше свою тушь. И это просто вау-эффект. С одного нанесения туши у вас уже классные-классные реснички, которые очень достойно выглядят. Они такие прям угольчатые, такие классные-классные, как иголочки смотрятся. Мне очень понравился эффект, по крайней мере. И в дуэте с моей любимой тушью от Chanel Demation de Chanel работала вообще идеально. И я так свою тушь, вот этот пробничек, растянула. У меня он был не 2 недели, а я его растянула на целый практически месяц. Мне кажется, это достойное заявление, когда какая-то сыворотка за 200 рублей может продлить существование вашей любимой туши. Так что, кто еще не пробовал, я вам рекомендую ее попробовать, потому что, ну правда, она стоит своих денег. Я думаю, вы тоже останетесь в восторге. Следующая вещь, которая меня впечатлила, которую я покупала, по-моему, в начале 2017 года, и это от Lexion. Это их идет сыворотка. Она у меня такая грязненькая, потому что я ее всегда наношу на бровки. Скоро, кстати, у нее срок годности закончится. Made in France идет у нее. И эта сыворотка предназначена для роста, укрепления и роста вообще ресниц. Ну, на ресницах мне не понравилось ее наносить, потому что ресницы были потом таки, знаете, они были какие-то такими острыми, они засыхали, они как лаковые были, и поэтому я просто вот этой штучкой закрепляю бровки. Ну, так что ж я заметила? Вот на протяжении, наверное, с февраля месяца я вот этой штучкой пользуюсь. Девчонки, у меня реально бровки стали гуще. Я не знаю, с чем это связано. Может быть, у меня питание поменялось, может быть, у меня бровки просто перерождаются, но я хочу сказать, что вот именно после того, когда я стала пользоваться вот этой вот штучкой от Lexion, результат пошел. Реально у меня стали гуще брови, и для тех, кто многострадально пытается отрастить свои бровки, я вам рекомендую посмотреть вот эту вот штучку, вот этот вот гельчик для брови от фирмы Luxion в магазине RIVGOSH. Я, по крайней мере, его там встречала, и на них бывают иногда очень хорошие скидки. Удобная достаточно, ну, для меня оказалась удобная большая щеточка, замечательная, я ей расчесываю бровки, фиксирую, меня ничего не смущает, мне все нравится. Мне нравится то, что она имеет такой, знаете, какой-то косметический аромат, который по большому счету, он, ну, никак не влияет на ваше житие, бытие, и после того, когда вы его наносите на брови, у вас он не критично, в общем, это. Мне понравилось, я смело могу вам, девчонки, порекомендовать. Следующий мой фаворит, и это уже фаворит идет у меня уже год, и это помада, и называется это Don't Pet Ode, десятый оттенок от Bourjois. Сегодня она у меня на губах, да, она у меня практически постоянно на губах. Девчонки, это мой универсальный оттенок нюда, мне кажется. Вот мне нравится то, что он становится чуть ярче, чем мои губы, мне нравится о том, что она практически не сужит кожу губ, мне нравится вот этот аппликатор, который достаточно удобно, которым удобно наносить помадку, мне нравится, как она себя ведет на губах, мне нравится то, что легкий перекус она может выдержать, мне нравится то, что с ней можно спокойно выйти в кафе и попить кофе, и ты не будешь бояться, что у тебя просто, знаете, там половина куда-то чего-то делась. Спокойно выдержит какие-либо поцелуи, все здорово, все нравится мне, и вообще крутая вещь, здесь его объем идет 7,7 мл и срок годности 12 месяцев, то есть скоро мне придется с ней попрощаться и купить себе новую. Но насчет того, что я постоянно ей пользуюсь, у меня конца и края, и девчонки просто нет, мега супер крутая вообще вещь. Вот классная матовая помада на каждый день, но это лично для меня. Тоже смело могу рекомендовать, это Rouge Edition Velvet серия, кто еще не понял, и вот, собственно говоря, ее оттеночек. Так, и следующая вещь, которая мне попала с коробочки красоты, но я уже просто спешу к вам с отзывом. К сожалению, я не успела сделать фото, если, конечно же, у меня получится, я порой, по-моему, у меня где-то были фотографии, что-то я, по-моему, постила, как я делала ее. По-моему, только смазка, как я ее делала. В общем, это у нас идет тату бров от Maybelline, это их новинка, это такой тит, который вы наносите себе на бровки, проходит какое-то время, вы его смываете, либо снимаете такой пленочкой, я его просто смывала водой, на самом деле. Здесь его объем идет, у меня Median Prof, и объем его здесь, кстати, не написан, но он не должен быть сильно, мне кажется, большой. Но не суть, девчонки, мне кажется, его объем. Все очень просто, на самом деле, и кисточка удобная, этой кисточкой, прям этой кистью я себе наносила на бровки, то есть вот такая вот кисточка, вы распределяете сей продукт по коже, он подсыхает, точнее по бровкам, он подсыхает, вы снимаете, и просто вот такой достаточно, ну, темный оттенок на бровях будет. Кто со мной был в последний раз в прямом эфире, так вот, у меня как раз на бровке были после вот этого вот брову дату от Maybelline. Ну что, 4,6 грамма, сделано в Корее. Что могу сказать, девчонки? Первый день выглядит очень круто, на второй день, знаете, оттенок уже спадает, как бы, в принципе, неплохо, на третий день у меня были рыжие брови. Я не знаю, с чем это связано, может быть, то, что я умываюсь кислотами, может быть, как-то мой организм среагировал на эту штучку, но у меня были рыжие брови, вот они у меня сегодня рыжие брови, я их оформлила вот этой вот помадкой, вроде бы ничего так смотрится, но они у меня были рыжего цвета, такого светлого-коричневого оттенка. Но если убрать данный аспект, то, что на третий день у вас становятся рыжие брови, я вам могу сказать, то, что это крутая вещь, в плане того, что когда вы ее наносите, к примеру, вы умылись, да, вы сделали макияж, вы вот эту штучку нанесли, или даже нет, вы просто утром встали, ее нанесли быстренько, пока вы там какие-то поставили кофе, что-то еще какие-то 10-15 минут прошли, вы убираете этот гельчик с бровей, и у вас оформленные брови, и вы дальше делаете свой макияж, все. И в течение дня его не нужно поправлять, вы не боитесь, что у вас куда-то там где-то что-то, то есть у вас будут нарисованные бровки, они будут у вас реально крутыми, классными. Но вот то, что потом на третий день становится рыжий оттенок, но вы можете либо обновить, опять нанести вот эту брову тату, и да, кстати, в течение двух суток у вас однозначно бровки будут красиво выполнены, и вы, по крайней мере, на макияж бровей, вы, так скажем, оттянете время. Но вот то, что на третий день она становится рыжий, там либо обновляйте, либо просто добавляйте свой какой-то карандашик, либо еще что-то для бровей. На самом деле, почему я активно начала пользоваться, потому что у меня просто кончилась моя краска для бровей, и, наверное, вот коробочка глэмпы, которая мне пришла, вот прям то, что нужно на самом деле, я вначале хотела это разыграть, подарить, а потом решила сама попробовать, рискнуть, попробовала, и у меня осталось такое двоякое ощущение, но, наверное, больше да, раз я показываю в фаворитах, это реальная находка для быстрого макияжа. Мне очень понравилось, и если будет возможность, тоже, конечно же, попробуйте потестить ее, такая интересная задумка. Ну вот, я поболтала 30 минут, и напоследок я оставила два своих аромата, которые у меня остались тоже в фаворитах. Надеюсь, девчонки, вы любите такого рода длинные видео, и вы сейчас, по крайней мере, чем-то таким полезным занимаетесь, там, ногти красите, там, педикюр, маникюр делаете, я, по крайней мере, всегда, когда что-то с собой делаю, всегда смотрю видео. Ну так вот, фавориты теплой осенью у меня был аромат от Герлен, и называется он Пьергранита. Девчонки, это сумасшедший аромат грейпфрута, я очень сильно люблю этот фрукт, и вот именно этой теплой осенью я им вовсю пользовалась. Шикарный, конечно, флакончик, я вообще очень нежно люблю Дон Герлен и из-за их лаконичной упаковки, такие, знаете, очень интересное оформление флакона. Ну так вот, вот этот аромат, он настолько классно раскрывается именно теплой осенью, не в жару, знаете, когда там 30, хотя нет, он себя даже отлично вел, когда у нас была жара осенью под 40 градусов, то есть он как бы отлично себя вел, он не удушающий, он не будет, вы знаете, вот таким вот каким-то восточным ароматом, который вот вы его наносите, и вот вы только зашли куда-то, и он прям, знаете, фундаментально вы заявляете о себе, то, что вы, вот вы пришли, вот оно вы, я. Вот этот аромат, и вот рядом ваше окружение его захочет прислушиваться к вам, послушать, что на вас одето, что это аромат, это не аромат, что это такое, потому что он добавляет реально изюминку. По мне казалось, то, что когда я выбрызгала все, именно женское окружение почему-то оно, как-то, знаете, так поближе прислушивалось, по крайней мере в очереди я заметила то, что рядом стоящая девушка, она так рядышком стоялась возле меня и принюхивалась. Мне было очень приятно на самом деле, потому что я знала, что в этот момент я нанесла на себя вот этот аромат от Герлен, это просто мой фаворит, это моя любовь, и я однозначно его люблю, если закончится, конечно же, я его еще себе повторю. Как вы видите, я им активно очень сильно пользовалась, но его на самом деле нужно немножко наносить, буквально пару пшиков, да, там может быть три еще возле себя, чтобы тоже его ощущать отлично себя ведет. Мне очень понравилось, мне понравилось то, что он не вызывает, знаете, отрицательных каких-то эмоций, наоборот, очень даже положительных, солнечных и ярких. И когда наступили холода, я долго думала, какой же мне аромат на себя одеть. Знаете, я долго размышляла, и, как ни странно, я не знаю, с чем это связано. Моя рука постоянно тянулась вот к этому аромату Soul Elixir Boy Scents. Это у нас идет и фраше, да, я его покупала еще, по-моему, в начале того, в том году, либо, не помню, в общем, девчонки, конечно, кто смотрит меня давно, напомните, когда я себе купила этот аромат. Ну так вот, я им активно пользуюсь, чтобы вы видели. Девчонки, это сочетание цветов и ванили. Вот если вы любите, чтобы был аромат сладкий, но при этом цветочный, чтобы в нем, знаете, он был такой многогранный, интересный, игристый, присмотритесь вот к этому аромату Soul Elixir. Он понравится девушкам, и которые в 20 лет, которые любят такие сладкие ароматы, такие, знаете, ванильные ароматы. Также он подойдет взрослой женщине, которая тоже любит даже восточные ароматы. Девчонки, это просто, это, знаете, это сумасшедший классный аромат. Он очень женственный, он цветочный. Здесь сочетание именно цветков аромата ириса и ванили, они настолько вот так вот переплетаются, что по итогу это получается не просто голая, знаете, булочка, кондитерская ваниль, да, либо вот аромат цветов, а именно вот это вот сочетание женственности, какой-то утонченности, шлейфовости. Когда я наношу этот аромат, вот особенно в такое более прохладное время, он не душит, он вот как раз, чтобы было на улице где-то около 15-10, минус даже, пусть там какой-то будет на улице, это аромат даже, его можно наносить именно в тех широтах, где, к примеру, уже, уже есть снег, его можно наносить на мех, он красиво будет смотреться. То есть это шикарный аромат, женственный шикарный аромат. Он, могу сказать, я была удивлена, но он очень сильно понравился моей маме. Моя мама, когда я его только чуть-чуть на мне услышала, она сказала, какой шикарный аромат, и он понравился моему брату. Мой брат, он любит всегда дорогие ароматы на женщинах, вот не знаю почему, но какие-то, знаете, более такие дешевенькие, он не любит, ему нравятся ароматы Шанель, ему вот такие тоже очень сильно ароматы такие любят, он всегда оставляет комплименты именно девушкам и женщинам, у кого аромат Шанель, ему нравится, притягивают эти ароматы этого дома, но когда он мне отвешивал комплимент, когда на мне был вот этот аромат, это стоило дорогого, на самом деле, девчонки, очень крутой аромат, и я все никак не могу смелиться себе купить в 50 мл, либо купить какой-то набор, именно банный набор, вот там гели для душа, что-то такое хочу попробовать из этой же линейки, потому что реально классный аромат, который достоин вашего внимания, так что вот так вот, девчонки, ну что, все, наболтала вам очень много, рассказала вам тоже очень много, надеюсь, данное видео для вас было интересным, если вы смотрели до конца, вы большие молодцы, конечно же, большое спасибо, что вы подписываетесь на меня, большое спасибо за лайки, ваши лайки меня стимулируют, и, конечно же, если тебе было со мной, дорогой друг, интересно, подписывайся на мой канал, если ты ко мне зашел впервые, мне это будет дико приятно, конечно же, оставляйте свои комментарии, ваше мнение по каким-то продуктам, которые я здесь вам показала, тоже будет интересно узнать, что-то вы здесь пробовали, есть ли у вас здесь фавориты, которые вам тоже, собственно говоря, нравятся, ну что, я буду прекращать свою болтовню, мы с вами увидимся в скором будущем новом видео, а с вами была ваша Ирина, всех люблю, целую, берегите себя и своих близких, до новых видео, всем пока-пока!